В доме по улице Бутякулова, 15, недавно появилась вот такая конструкция. Пандус был сооружен после обращения волонтёров благотворительного фонда «Самира» в региональное отделение Народного фронта. Дело в том, что в этой многоэтажке проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Раньше без посторонней помощи инвалиды-колясочники не могли выйти даже на улицу, так как несколько ступенек для них были непреодолимым препятствием. Мы обратились в мэрию города Черкесска. Пытались сначала даже согласовать просто те изменения, которые волонтёры хотели собственными силами сделать. Но мэрия сказала, мы сами всё сделаем. Есть постановление мэрии по этому вопросу. Мы оформили документы так, как это положено, по порядку. И, соответственно, в течение достаточно короткого времени вот этот пандус появился, и он активно используется здесь сегодня не только заявителями, но и другими жителями этого дома. Хорошо сделали по нормативам? Пандус сделан крепко, по нормативам. Вы видите правильный угол наклона. Он достаточно безопасный, не скользкий. Всё, что необходимо для того, чтобы доступная среда работала, вот здесь есть. Ещё один объект, на который обратили внимание горожане, находится вот в этом здании. Сейчас здесь временно разместили школу искусств города Черкесска. Пандус был и раньше, но он скорее напоминал взлётную полосу, по которой невозможно было ни спуститься, ни взобраться наверх, так как он был скользкий. Хозяин здания учёл все пожелания родителей детишек, и теперь представители Народного фронта благодарят его за неравнодушное отношение и понимание. Здесь не было вот этого поручня. Видно, что он сделан свежим образом. И после нашей реакции в соцсетях, после нашего видео, фото, была достаточно оперативная реакция от собственника здания, от мэрии города. Сегодня здесь, в этом здании, располагается временно детская музыкальная школа, которую новую строят. И востребован был этот пандус, потому что детки ходят разные. И вот мы сегодня видим, что уже приняты меры. Первые меры – это по теплу ещё будет дополнено всё. Но сегодня он уже безопасный, и это радует. Ещё один проблемный участок расположен на улице Тургеневской. К сожалению, здесь предприниматели перегородили значительную часть и без того узкого тротуара. Проехать на коляске тут нереально. Значительные усилия нужно будет приложить человеку с ограниченными возможностями здоровья, и чтобы добраться с парковки до этого торгового центра. Любой другой может перешагнуть бордюр и пойти дальше. А что делать инвалиду-колясочнику? Общественники говорят о том, что здесь должны быть специальные съезды. Как, впрочем, и с другой стороны здания. Мы здесь видим прекрасную плитку, которая положена не так давно, но при этом нет ни одного съезда, спуска для мамочек с детьми, с колясками, для людей с инвалидностью. Вот, пожалуйста, вы видите, да, буквально наглядно. И причём достаточно высокий уровень. Решить этот вопрос не затратно было. На тот момент, когда производились эти работы, просто об этом никто не подумал. Конечно, таких примеров ещё много в республиканской столице. Не все предприниматели при обустройстве прилегающих к торговым точкам территории задумываются об удобстве маломобильных людей. Но есть и те, кому и подсказывать не нужно было. Хозяин этого магазина при строительстве учёл все нюансы. Здесь есть специальный подъёмник. Ещё один объект на улице Кавказской тоже оборудован так, как необходимо. Посещая магазины, школы, поликлиники, больницы, аптеки и различные учреждения, навряд ли кто-то из нас задумывался о том, каким образом туда попадают люди с ограниченными возможностями здоровья. До недавнего времени этим вопросом не особо задавались и руководители этих самых учреждений. Если и делали пандусы, то для галочки, а не для комфортного передвижения инвалидов. Несколько лет назад недостатки городского пространства начали исправлять по программе «Доступная среда». Под свой контроль этот вопрос взяли и активисты Народного фронта. Они объявили в соцсетях конкурс под названием «Улётный пандус». Теперь ежегодно проводят мониторинги доступности объектов и не только социально значимых. Маломобильным каждый из нас может в любой жизненной ситуации стать. Поэтому необходимо быть более уважительным друг к другу. И мы призываем всех быть более внимательными. Предпринимателей призываем коммерсантов не тратить свои кровно заработанные деньги на ненормативные вещи. На то, за что могут оштрафовать завтра органы власти, на что могут обратить внимание жители, повозмущаться. Мы видели, что есть такие примеры, которые просто чуть-чуть люди не додумали. Они просто не осознали всё неудобство, которое они жителям, соседям своим, жителям города приносят своими решениями. Не со зла это делается в основном, я вам хочу сказать, потому что уже долгое время мы с собственниками таких помещений, таких вот объектов общаемся. Очень часто просто человек не понимает, что это неудобно, это неправильно. Мне кажется, всё идёт от воспитания, от сердца. Мы призываем быть более уважительными друг к другу. Второй момент, что все мы таким образом показываем своё внимание. Люди с инвалидностью, маломобильные люди, пожилые, многодетные мамочки с колясками, они чувствуют, что они не лишние в этом обществе, они часть нашего общества и чувствуют наше уважение, нашу любовь к ним. Помочь людям с ограниченными возможностями здоровья может каждый. Высылайте фото пандуса с адресом его расположения либо на аккаунты в соцсетях регионального отделения Народного фронта, либо по электронной почте и номеру телефона, который вы видите на экране. Ватима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.